Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку скандальной истории в Краснодаре. Там водитель кабриолета устроил стрельбу в воздух и разогнал свой автомобиль по встречной полосе. Удалось ли установить владельца приметной машины, расскажет Анна Сорокина. Нарушитель не прячет лицо, словно гордится своим поступком. Видео веселая компания выложила в соцсеть. На кадрах видно, из авто стреляют в воздух, затем разворачиваются и по встречной полосе едут прямо на пассажирские автобусы. Поток легковых автомобилей. Были хлопки, вышли на крыльцо посмотреть, что здесь происходит. Увидели выезжающий кабриолет на встречную полосу. Небезопасно, конечно, так как дети у многих были в машине, могла произойти авария. Но, судя по всему, водителя такие мысли не тревожили. Перед тем, как сесть за руль кабриолета, он хорошо повеселился с друзьями. Смотрите, тусовочка собирается. Вечеринка оказалась утренником, на котором, похоже, подавали не только закуски. Давайте сфотографируйся, пока мы... Не пьяные? Да, пока мы не пьяные. Известный в Краснодаре барабанщик Мурат Кореок-Устаров, который стал одним из героев скандального видео, попал на праздник как приглашенная звезда. Водитель кабриолета, которого друзья называют Мишей, попадает в кадр дважды. Вот он что-то дарит своей подружке, вот участвует в какой-то игре. Большая компания отдыхала в этом кафе, а после празднующие прямиком из-за стола отправились к автомобилю. Кабриолет стоял неподалеку на парковке. Сегодня в кафе уже другая смена, но о шумном утреннике тут наслышано. Какая-то дневная вечеринка и все. Типа блогеры. Все живы, и слава богу, скажем так. Хотя все участники этого застолья известны, да и на этом видео водитель не скрывает ни свое лицо, ни номер машины, задержать нарушителя до сих пор не удалось. Владелец транспортного следствия установлен, также сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание нарушителя. А для самого водителя, да и для других участников застолья, судя по всему, главная популярность любой ценой. Видимо, абсолютно уверенные в своей безнаказанности, они выложили в интернет переписку с нашей коллегой, которая хотела получить комментарий, но вместо ответа ей нахамили. Привлекут ли нарушителя к ответственности за выезд на встречную полосу и создание опасной ситуации на дороге, неизвестно. Если выяснится, что оружие настоящее, наказание будет более суровым. Анна Сорокин, Валерий Пятов, Михаил Киртоки, Анна Некас, Вести, дежурная часть, Краснодар. Продолжение следует...